Всем привет! В эфире информационная программа «Ваши шоу плюс» на телеканале Европа плюс ТВ Беларусь. С вами Василий Саворобец. В связи с логистическими проблемами, концерт Григория Лепса, запланированный к проведению 25 февраля в 19.00, переносится на 28 февраля в 20.00. Все билеты действительны, менять их не нужно. Мари Краймбери с большим концертом в Минске. Мари Краймбери – стопроцентный селфдмейд артист нового поколения. Не выговаривать ее фамилию сегодня могут только от зависти. За последние пару лет молодая, но дерзкая Мари сумела поломать все возможные стереотипы, доказав, что понятия «формат» просто отсутствуют, если ты честен в первую очередь самим собой. 8 марта 2024 года. Дворец спорта. Новогоднее мероприятие «Главная елочка страны. Очень Новый год». Дворец Республики «Малый зал». С 21 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Белгосцирк. Новогодняя программа «Снегурочка». С 16 декабря по 14 января Белгосцирк приглашает на новогоднюю сказку «Снегурочка». Это волшебная история о ледяной красавице, которая хочет обрести настоящее сердце. Новогоднее мероприятие «Главная елка страны». Машина новогоднего времени. Каждый год в преддверии новогодних праздников Дворец Республики снова зажигает свои самые яркие огни и с нетерпением ждет юных зрителей. С 23 по 25 декабря и с 27 по 30 декабря 2023 года в 11.00, в 14.30 и в 18.00. 26 декабря 2023 года в 18.00, а также 31 декабря 2023 года в 11.00 и в 14.30. 1 января 2024 года в 17.00, со 2 по 5 января 2024 года в 11.00, в 14.30 и в 18.00. С вами была Василиса Воробец с информацией о предстоящих концертах. С вами по-прежнему Василиса Воробец и прогноз погоды по Беларуси с 10 по 17 декабря. Если верить прогнозу, большинство дней будут с показателем в 1,7 градусов ниже нуля. А иногда в некоторых регионах температура воздуха и вовсе будет положительной. В последующей неделе столбики термометров, согласно прогнозу, редко будут опускаться ниже отметки в минус 3 градуса. С 10 по 17 декабря днем в среднем минус 5 градусов, ночью минус 9, большую часть недели преимущественно пасмурно. В Минске днем в среднем минус 2, минус 7, ночью от минус 4 до минус 9, в течение недели пасмурно, небольшой снег. В Гомеле днем в среднем минус 1, минус 2, ночью от минус 2 до минус 4, в течение недели пасмурно, небольшой снег. В Гродно в течение недели днем в среднем 0,2, ночью от плюс 1 до минус 1, в течение недели пасмурно, небольшой снег. В Могилеве днем в среднем минус 3, минус 7, ночью от минус 3 до минус 6, в течение недели пасмурно, небольшой снег. В Витебске в течение недели днем в среднем минус 3, минус 6, ночью от минус 5 до минус 8, в течение недели пасмурно, небольшой снег. В Бресте днем в среднем плюс один, плюс два, ночью от нуля до плюс одного. В течение недели пасмурно, небольшой снег. С вами была Василиса Воробец. Хорошей погоды вам и удачной недели! Субтитры делал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в наш канал! 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 Привет всем, мои дорогие! С вами Павел Соколов! Слушайте и смотрите мой релиз на клип «Выше только небо» на всех цифровых площадках! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Ветер с тобой принес Запах твоих волос Ну привет, любимая моя И выше только небо И ближе только ночь Только ты и я И видит это небо И знает только Бог Как я ждал тебя И выше только небо И ближе только ночь Только ты и я Я так люблю тебя Только тебя Любимая моя Розы к твоим ногам Сердце напополам Наш огонь Так бережно храня С неба доставь звезду Снова к тебе приду И скажу Ну здравствуй, это я И выше только небо И ближе только ночь Только ты и я И видит это небо И знает только Бог Как я ждал тебя Как я ждал тебя И выше только небо И ближе только ночь Только ты и я Я так люблю тебя Я так люблю тебя Я так люблю тебя Только тебя Любимая 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 geb輪 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Благодаря своей организованности и дисциплине. Главное, не забывайте о здоровье и отдыхе, чтобы сохранить свою энергию и продуктивность. Неделя принесет весам много новых знакомств и возможностей. Вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно в общении с людьми. Но не забывайте про свои цели и мечты, иначе вы рискуете упустить свой шанс на успех. Скорпионы смогут достичь больших результатов в работе. Ваша настойчивость и целеустремленность помогут вам преодолеть любые препятствия. Не забывайте об отдыхе и здоровье, чтобы сохранить свой энергетический баланс. Стрельцы будут полны энергии и энтузиазма. Вы сможете решить множество проблем и достичь новых высот в своей карьере. Но будьте осторожны и не рискуйте без необходимости, чтобы не потерять свою репутацию и доверие окружающих. Эта неделя станет для козерогов периодом перемен и изменений. Вы можете столкнуться с новыми вызовами и возможностями, которые помогут вам развиваться и расти. Но не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое, чтобы найти свой путь к успеху. Водолеи будут находиться в постоянном движении и действии. Вы сможете реализовать множество идей и проектов. Но важно не забывать про отдых и здоровый образ жизни, чтобы сохранять свою энергию и мотивацию. Неделя подарит рыбам множество приятных моментов и эмоций. Вы сможете насладиться общением с близкими и друзьями, а также заняться любимыми делами. Главное не терять баланс между работой и отдыхом, чтобы сохранить свое здоровье и благополучие. А на сегодня все. С вами была Александра Баранова и гороскоп на неделю. Суббота 19.00. Пятница 9 утра. Суббота 19.00. Только на телеканале Европа плюс Беларусь. Короче, ньюс. С вами Василиса и новости со всего мира. Праздник к нам приходит. Московский картофель выпустил чипсы со вкусом оливье и селедки под шубой. Кажется, что в гонке за место на новогоднем столе найден победитель. В Твиттере видео с неизвестным существом собрало 6 миллионов просмотров. Сначала в комментариях гадали о происхождении, но потом оказалось, что это просто ленивец, который переползает через тротуар. В соцсетях обсуждают пса-дайвера. Многие находят ролик забавным, а другим кажется, что это издевательство над животным. На самом деле видео сняли профессионалы с подготовкой, так что ничего страшного с собакой не должно быть. В Твиттере набирает популярность видео с котиком, который изучает небо в иллюминаторе. Это его первый полет, и он справляется максимально достойно. В Беларуси открыли памятник картошке. Его можно найти в агрогородке Большие Бортники. Если интересно, то картошка сделана из бронзы. Бьюти-модель, которая не существует, зарабатывает на свои фото более 4 тысяч долларов. Ее образ создан нейросетью. За ее жизнью наблюдает почти 100 тысяч человек. Кроме того, ей предлагают контракты рекламной кампании и известные бренды. Фирма The Clueless разработчики Айтаны Лопес заявляют, объясняя свое решение тем, что им не приходится тратить деньги на зарплату модели, ее поездки, авиабилеты, бронирование отелей и т.д. Самолет Long Air FP Prop Jet устроил ДТП в Техасе. Пилот не смог остановиться в конце полета, совершив аварийную посадку в аэропорту Аэрокантри. В результате пролетел через ограждение и столкнулся с проезжающим мимо автомобилем. В результате никто не погиб. Участники необычного ДТП получили только легкие травмы. Дайверы засняли мощное землетрясение под водой. Это мог быть один из тысячи однотипных роликов с коралловыми рифами, но природа решила устроить шоу посерьезнее. Недавно в районе Индонезии произошли мощные толчки магнитудой 7,2 балла. Эпицентр оказался посреди океана, так что обошлось без жертв. Китайские умельцы придумали одежду с надувным шлемом и подушками безопасности, которые раскрываются при падении и спасают человека от травм. Стримерша из Китая наторговала ширпотреба на 18 миллионов долларов всего за неделю. Фишка в том, что она показывает вещь всего на одну секунду. Коробка товара дизайном напоминает упаковку Hermes. В ТикТоке завирусилось видео тюленя с очень грустными глазами, который просто сидел в воде и меланхолично смотрел на людей. На Филиппинах компания по производству матрасов устроила крупнейшее в мире человеческое домино, попав в Книгу рекордов Гиннеса и заодно отметив свой юбилей. В авантюре приняли участие 2355 сотрудников компании. Утка-морщинка в третий раз пробежала Нью-Йоркский марафон и получила медаль. Отважная мадам, между прочим, профессионально относится к мероприятию, тренируется и всегда бегает в специальной обуви, защищающей лапки. Охранник Эрдогана в буквальном смысле спас турецкого президента от возможного нападения осы. В соцсетях обсуждают молниеносную реакцию телохранителя, который разглядел севшие на пиджак насекомые и мгновенно его нейтрализовал. В Индии фанаты запустили мощный фейерверк в кинотеатре после появления на экране звезды Болливуда Салмана Хана. Противопожарная безопасность вышла из чата. Уникальное видео удалось сделать американке в заливе Монтерей в Калифорнии, когда акула устроила охоту на большого морского льва. Но все пошло не по плану. Лев подбросил хищницу над водой, вырвал ей часть челюсти и съел кусок. Морские львы обычно питаются мелкими стадными рыбами, и такой поворот событий вообще неожиданный. В Нью-Йорке приземлилась первое летающее такси. Время пути от Манхэттена до аэропорта Кеннеди сократилось до 10 минут вместо привычного часа. Стоимость этого такси должна быть примерно равна тарифу Uber Black. В данном случае пассажир бы заплатил около 200 долларов. Во Флориде произошел очередной сбой матрицы. Там закат разделил небо на две части. Это редкое, но реальное явление, которое возникает в случаях, когда тень от большого облака перекрывает солнечные лучи. Ситуативный маркетинг во всей красе. Недавно девушка выложила видео в ТикТок, показав остатки своей сгоревшей машины. Лучше всего пламя пережил термос Стэнли. Да так пережил, что сохранил внутри холодный лед. Видео собрало свыше 20 миллионов просмотров, что привлекло внимание президента компании Стэнли, выпускающую данный термос. Даниэль пообещал подарить пострадавшей новый термос и новую машину. На сегодня это все новости. До встречи на следующей неделе. Смотри программу «Все свои лайв». В понедельник 22.00. Среда 16.00. Пятница 9 утра. Суббота 19.00. Только на телеканале Европа Плюсе и Беларусь. Все свои. С вами Александра Даниленко. Дакота Джонсон плетет паутину, а мальчистое троица рестлеров во главе с Заком Эфреном побеждает на ринге. С вами дайджест новостей с последними анонсами из мира кино. Дакота Джонсон видит будущее под баре «Your friend» Билли Айлиш в трейлере фильма «Мадам Паутина» в зарубежном прокате с 14 февраля 2024 года. В касте сериала «Один из нас» пополнение. Роль Эбби, главного антагониста сиквела игры, исполнит Кейтлин Дивер, которая уже на финальном этапе подписания договора о съемках во втором сезоне нашумевшего шоу. Смотрим трейлер второго сезона анимационного сериала «Что если?» Премьера 22 декабря. Ожидается 9 эпизодов, которые будут выходить на Disney Plus ежедневно. Смотрим и умиляемся трейлеру веселого маленького Бэтмена, в котором Дэмион Уэйн решает стать супергероем, как его папа Бэтмен и спасти Рождество. Премьера состоится 8 декабря на Prime Video. Вышел дублированный трейлер стальной хватки Шона Дуркина от студии А24 с Заком Эфроном, Джереми Алленом Уайтом, Лилей Джеймс и Харрисом Диккенсоном. Netflix показал трейлер анимационного фильма «Побег из Курятника 2». Сиквел «Побега из Курятника 2» выйдет 15 декабря. Спустя 6 лет после Детройта Кэтрин Биггиллоу возвращается к режиссуре, причем сразу нескольких проектов для Netflix. Сейчас Биггиллоу снимает Аврору по роману Дэвида Кеппа, а также работает над другими лентами, о которых информация пока не разглашается. На сегодня у меня все новости. Вы смотрели информационную программу «Ваше шоу плюс» на телеканале Европа плюс TV Беларусь. Программу подготовили Василиса Воробец, Александра Баранова, Александра Даниленко и Владимир Мухортов. Продюсер программы Андрей Буяльский, партнеры программы «Музыкальная школа» Дженна Герсон 2А и фотостудия «Фотохап» на Кубу Колоса 1.